Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Об этом сегодня шла речь на заседании городской думы. Какие объекты уже готовы, а какие только наполовину, расскажем в сюжете. На улице Батутина ремонт в самом разгаре. Чтобы сменить задвижку, спустились под землю и разобрали колодец весом две тонны. Реконструкцию сетей рабочие водоканала проводят одновременно со своими коллегами из компании, которая снабжает Первоуральск теплом. Работают дорожники, чтобы потом не скрывать дороги. Все под одну линию сделать, чтобы все работало. В ближайшие 20 лет не скрывать магистрали. Отопительный сезон сегодня – горячая тема на заседании думы. В 30-ти градусную жару депутаты обсуждают, как город готовится к зиме. Сейчас ремонт теплосетей идут полным ходом, уверяют специалисты. Поэтому Первоуральцам нужно немного потерпеть, призывают депутаты. В трех микрорайонах города на две недели отключили горячую воду. Отключали, конечно. Пользуемся, ну как и все обычно, догреем воду. Но я считаю, что Первоуральцы с пониманием относятся. Мы понимаем, что лучше отремонтировать летом. Еще пять лет назад в Первоуральский отопительный сезон начинался с большими проблемами. Съемки сделаны в ноябре 2012-го. Жители дома на космонавтов замерзают в квартирах. А это дом по улице строителей. В начале декабря батареи здесь едва теплые. Опыт научил, что планировать ремонт теплосетей нужно на годы вперед. Запланировали до 2033 года. А выявляют слабые места трубопровода при помощи опрессовок. Это когда в трубы под давлением поступает вода. ЧП, как это бывает, например, в Екатеринбурге, в Первоуральске не бывает. У нас давление при гидроиспытаниях меньше. Трубы проверяют на прочность с помощью опрессовочной машины, которая позволяет перекрывать трубы небольшими участками. Этим летом выявили больше 30 порывов. На сегодняшний день у нас продолжаются прессовки плановые. 72% мы уже сетей прессовали. То есть до 1-го числа, до 1-го сентября, то есть вместе с повторными, мы прессовки должны закончить. Отопительный сезон начнется вовремя, если будут готовы не только магистрали, но и трубы в зданиях, куда подается тепло. По данным специалистов, в Первоуральске 70% жилых домов и 80% учреждений к зиме готовы. Елена Стрелецкая, Алексей Вербицкий, Александр Захаров, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.